11 ветеранов, воевавших на Донбассе, сегодня представляют Украину на марафоне морской пехоты США. Это уже 44-й забег с участием военнослужащих со всех стран. Участники украинской команды преодолеют дистанции в 10 и 42 километров. Впервые в составе сборной девушка Ольга Бенда. В Вашингтоне украинскую команду поддерживает корреспондентка ЮАИ-ТВ Любовь Задорожная. Люба, начался ли забег и с каким настроением украинцы выходили на старт? Артем, привет! Вот сейчас мы видим, это уже финишируют. Финишируют наши. Бегут, получили, видимо, травму во время забега. Тем не менее, с флагами. О, и подали, подали они на финале. Отлично. Это уже третий из украинских ветеранов, который сейчас финиширует. Был Александр Попруженко, был также Александр Терещенко. Александр Терещенко точно бежал десятку, были настроены очень позитивно. Ну, вообще, это масштабнейший марафон с двумя стартами. Десятки тысяч человек. Есть две дистанции, которые бегут наши. Это 42 километра. Семь наших бегут 42 километра. Восемь также бегут 10 километров. Из них пять человек с ампутацией. Остальное сопровождение, поскольку им нужно сопровождение во время бега. Опять мы видим, как наши добегают. Это доброволец Константин Вениченко. Ну, я предлагаю посмотреть, как же стартовали, ребята. Как происходил старт. Давайте посмотрим. Должна сказать, что довольно тяжелый сегодня забег был для наших бойцов, потому что погода не порадовала. С самого утра всю ночь и рано утром был ливень, поэтому было довольно сложно. Как настроены они были? Предлагаю послушать. Погода, скажем так, неожиданная. Если вчера все было хорошо и была надежда, что сегодня будет то же самое, то сегодняшняя погода стала для меня однозначно вызовом. После травмы я ни разу не бегал в дождь. Бежать буду, но на какой-то результат уже не надеюсь. Главное не травмироваться и финишировать. И пробовать улыбаться. Александр Терещенко, который бежал 10 километров и который уже финишировал, был настроен более позитивно. Давайте послушаем, что он думал о погоде. Все нормально. Мы же не ищем легких путей. Это же морская пехота. Все хорошо. Настроение боевое. До финиша дойдут все. Параллельно показываем мы вам, как финиширует наша команда. Вот бежит Вадим Свириденко. Это уполномоченный президента по вопросам реабилитации бойцов. И, как мы видим, он своим примером показывает, как можно бежать и преодолевать дистанции. И Вадим Свириденко, несмотря на ампутацию, он бежал без сопровождения. То есть он действительно вдохновлял остальных бойцов. И также хочу сказать, что поддерживает диаспора. Все время, вот сейчас мы видим, опять бегут наши. Как они машут флагами? Флагами! Бегут украинцы, финишируют. И давайте еще послушаем диаспору. Пропор мокрый трофей. Флаг мокрый немного, но мы с флагом. Ребят наших мы увидели перед стартом забега на 42 километра. Мы поприветствовали их, вместе спели гимн, и они побежали. Они знают, что мы их поддерживаем, что не только они мокрые, но и те, кто их поддерживает, тоже мокрые от дождя. Вот так, Артем, буквально недавно стартовали, довольно быстро финишируют украинцы, взяли хороший темп. Сейчас будем их приветствовать на финише. Спасибо. Спасибо, корреспондентка ИТВ Любовь Задорожная из Вашингтона. Сегодня там начался марафон морской пехоты. Участие в соревнованиях принимают 11 ветеранов, воевавших на Донбассе. Часть команды уже финишировала. Субтитры создавал DimaTorzok